Для начала вернемся в весну 2020. Первое медучреждение региона, которое стало принимать пациентов с COVID, Гомельская областная инфекционная больница. Сергей Ростиславович, вот сегодня, спустя полгода, как вспоминаете вы и ваши коллеги эти первые несколько месяцев, наверное, самые сложные первые несколько месяцев работы с серьезней проблемой, противодействиям к COVID. С высоты пройденных месяцев недели работы, которые мы уже проработали с пациентами с COVID, эти воспоминания могут вызвать даже улыбку. Вся та наша тревога, вся озабоченность по поводу того, как мы справимся с этой ситуацией, теперь у нас вызывает улыбку. Но поначалу это, конечно же, было сложно. Была довольно значительная тревога. Тревога ожидания поступления первого пациента. И когда нам сообщили, что да, везут первого с подтвержденным уже диагнозом COVID, тем не менее мы были готовы его принять. Потому что перед этим у нас уже было несколько госпитализаций пациентами с вероятными случаями COVID-инфекции. Это, как правило, наши граждане, вернувшиеся из стран неблагополучных по этому заболеванию, Китай, Италия были, с Италии приехали, и имевших признаки респираторной инфекции. На них мы отработали все схемы, по которым надо работать, принимая пациентов этой группы. Более того, это было дополнение к тем ежегодным нашим учениям, которые мы проводим с Центром гигиены, эпидемиологии, по локализации очага особо опасных заболеваний. Но, тем не менее, повторяю, тревога была. Однако мы справились с первым нашим пациентом. Он нам в этом помогал. Месяц за месяцем снижение заболеваемости в стране, да и, наверное, долгожданное лето, скажем прямо, хорошенько нас расслабили. Вот с какого момента стоит снова взяться за голову и вернуться в режим профилактика и внимательное отношение к себе и своим близким? Я думаю, это надо было сделать вчера. Это образно говоря. Вы абсолютно правы в том, что население в чем-то расслабилось. Мы видели летом, когда была жаркая погода, людей раздетых, людей на пляже, активно отдыхающих. Люди чуть-чуть забыли о том, какое сейчас время, какие сейчас имеются вызовы, какие угрозы. Поэтому вернуться надо немедленно сегодня, если вчера это не удалось сделать. Профилактикой надо заниматься уже на сегодняшний день, потому что мы видим сейчас подъем заболеваемости ковид-инфекции в странах Западной Европы, где уже первая волна была схлынула. Теперь вторая волна зачастую захлестывает те показатели заболеваемости, которые были в конце зимы, в начале весны. Поэтому меры предосторожности следует принимать уже сейчас. Тем более, что это достаточно небольшое количество полезных советов, которые необходимо использовать. Вы бы что выделили в этом плане? Вы правы. Этих советов можно дать немного. Это социальное дистанцирование. Вирус, он сам по себе крупный, а значит и тяжелый. Если человек кашлянул, он далеко не полетит. Он тут же в силу притяжения земли будет падать вниз. Но, тем не менее, полтора метра, будьте добры, дистанцию держать надо. Далее, вирус не стоек в спиртсодержащей среде. Другие дезинфектанты, антибактериальные в том числе, на него не действуют. Поэтому обработка рутк спиртсодержащими соединениями. Это айтиловый спирт. Как вариант можно использовать изопропиловый спирт крепостью, градусностью не менее 60-70 градусов. И, конечно же, пользоваться необходимо масками, средствами индивидуальной защиты. Хотя маска в данном случае скорее не средством индивидуальной защиты каждого отдельно взятого гражданина, а средства профилактики ковид-инфекции для тех людей, с кем он общается. Он предотвращает, маска предотвращает распространение инфекции в большей степени, чем обезопасивает человека, который ею пользуется. Те, кто переболел в первую волну пандемии коронавирусной инфекции, рано расслабляться? К сожалению, уже есть публикации о том, что люди повторно заражаются, заболевают этой болезнью, в том числе и в нашем регионе. Поэтому расслабляться нельзя ни на каком этапе. Есть шансы повторных заражений? Да, есть примеры повторных заражений. Сергей Ростиславович, мир вовсю обсуждает вторую волну коронавируса. А сколько вообще таких волн может быть, и когда все-таки угроза пандемии стихнет? Нет, ответ я построю только на собственном мнении, потому что достоверного ответа сейчас нет. Слишком мало времени прошло, меньше года с того момента, как появилось это заболевание. То, что оно носит волнообразный характер, это уже состоявшийся факт. И сколько таких волн впереди, ответить на это никто не может. По моему мнению, эта заболеваемость перейдет, будет носить спорадический характер. То есть, отдельные случаи на протяжении всего года будут встречаться всегда. Снизит эту заболеваемость появление качественной, хорошей вакцины. И в завершении интервью, что бы посоветовали зрителям? Уверен у многих сейчас вопрос, как можно работать на профилактику? Что помимо хорошего настроения, здорового образа жизни может повлиять и помочь? Ну, тут я, пожалуй, только повторюсь. Это вот эти три составляющие. Социальное дистанцирование, использование средств защиты и мытье рук соответствующими растворами. Это достоверно поможет избежать заражения. А здоровый образ жизни этому поможет. Может быть, есть какие-то народные средства проверенные? Или вы против самолечения, конечно, как и любой медицинский работник? Я действительно против самолечения, хотя не исключаю того, что какие-то продукты питания, какие-то физические упражнения, витаминизация сезонная, все будет способствовать сопротивляемости организма данной инфекции. Ну что ж, всем нам здоровья, спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо, всего хорошего.